Всем известно, что ММА это вполне опасный вид спорта, но к тому же это еще и прибыльное дело. Сегодня я расскажу вам о 10 самых высокооплачиваемых бойцов ММА, которые вас, возможно, крайне удивят. Джон Джон стал чемпионом UFC в полутяжелом весе в 2011 году. Его состояние оценивается в 10 миллионов долларов. Увы, вокруг Джона разгорается немало споров, но несмотря на это он сумел сделать свое значительное состояние. Также уроженец Нью-Йорка заключил несколько выгодных сделок с Nike и Gatorade. Квинтон Джексон Рэмпэйдж после выступления в 2007 году стал одним из самых известных в UFC, сделав миллионы долларов в своих боях, а если быть точным, 12. Продержался он все-таки недолго, но также попал и в киноиндустрию, отметившись в команде А. Чак Лидел по кличке Айсмен, имея в своем кармане 12 миллионов долларов, является одним из самых известных бойцов в мире. У Лидела было множество фанатов, что, в общем, неудивительно. Именно Чак принес долгожданную известность UFC, за что его команда и Дана Уайт сразу его зауважали. Тита Ортис, имея на своем счету 15 миллионов долларов, является одним из первых звезд UFC, и, конечно же, именно он знал, как лучше всего преподнести себя своим поклонникам. Однажды Тита заключил контракт с брендом одежды Punishment, что, несомненно, ему на руку. Он, как и раньше, остается одним из самых известных бойцов в мире ММА, и вряд ли это когда-либо изменится. Вандерлей Сильва всегда выделялся и до сих пор выделяется среди героев в истории ММА. Сильва является одним из самых высокооплачиваемых бойцов в Pride. В момент, когда он пришел в UFC, у него уже были миллионы фанатов, что, естественно, очень его поддерживало. Также у Сильва имеется собственная линия одежды, которую запустила фирма Ванд, и, ни много ни мало, 16 миллионов долларов. Единственный немалый минус состоит в том, что в последнее время Вандерлей подозревают в приеме запрещенных веществ, что, увы, может послужить предвестником конца его карьеры. На сегодняшний день Брок Лесснер является звездой в WWE, а когда-то он считался крупнейшим именем в ММА. Кудан, кстати, тоже пришел из WWE. Брок творил миллионы, на данный момент аж 16 миллионов за кратчайший срок пребывания в UFC, а потом зарабатывал еще больше с WWE. До сих пор он считается одним из кассовых бойцов в истории UFC. Увы, теперь Брок выходит на работу лишь несколько ночей в год. Пройдя по головам в Pride, Федор Емеляненко сделал себе имя и заработал 16,5 миллионов долларов, также став величайшей загадкой борцовского мира. Один из самых прибыльных боев для него стали бои против Тима Сильвии и Андрея Орловского. К сожалению, супербой, бой всех времен и народов между ним и Броком Лесснером так никогда и не состоялся. Федор обязательно войдет в историю этого мира. Рэнди Кутюр также является одним из величайших бойцов ММА, а также человеком, который смог удерживать два разных чемпионских звания в двух весовых категориях. На данный момент Рэнди держит свою линию спортивных залов, имеет 17 миллионов долларов, а также снимался в знаменитом фильме «Неудержимые». Андерсон Силва, знаменитый боец под 2 метра ростом, сумел сделать практически невозможное. За 7 лет он не проиграл ни одного боя. Но, увы, однажды Вайдман все же прервал его полосу удач в июле 2013 года. Силва стал знаменит на весь мир, а также одним из самых высокооплачиваемых бойцов UFC. Также Силва один из самых узнаваемых спортсменов в Бразилии и вполне себе богатый человек, имея на своем счету 18 миллионов баксов. BJ Penn держался на плаву в UFC в течение довольно длительного времени, тем самым став очень богатым человеком. В возрасте 22 лет, в далеком 2001 году, он начал карьеру в UFC, до сих пор оставаясь одной из крупнейших личностей в спорте. Penn родился в богатой семье и является совладельцем линии одежды RVCA и чувствует себя спокойно, имея целых 20 миллионов баксов.